Девочки, всем привет! С вами я, Ася, и это начало нашего влога. И сегодня мы с вами... Ну, у нас с вами достаточно активный день. Сейчас я приезжала из школы не так давно, так как я писала олимпиаду по математике. Мы ходили в другую школу. Я вообще должна была просто пойти в школу, но так как сегодня олимпиада, просто в школу я не ходила, я только на олимпиаду. Вот. И сегодня мы с вами должны, во-первых, пойти в улыбку Радуги или Спектр, для того, чтобы купить лак для волос с блёстками фирмы Принцесса. Мне он нужен для того, чтобы завтра пойти на концерт в Мокимо, чтобы у меня под кепкой с плоской вот этой штукой. Я вам буду там всё снимать, так что вы не переживайте, вы всё поймёте. Вот эти вот волосы блестели. Вот здесь. Вот мои кончики, они не смылись, так как это оттеночная хна пока что. Они должны смыться где-то через недельку, через две. Вот. На мне вот такая вот футболка дырявая. Вот она реально такая, такими вот дырочками. И жилетка, которая взади короткая, а здесь вот такая и кружево. Из украшения у меня браслет Шамбала. И вот такие вот просто серьги. Вот вам видно. И губы у меня накрашены гигиенической помадой обычной. Волосы у меня распущены, и в общем-то ничего такого нет. С собой я беру сумку. И телефон. Вот, в общем-то, всё. Это я сегодня нашла у себя в квартире чехол. Удобно. Не знаю, откуда у меня такой. Ну вот, вошла. И всё, я думаю, сейчас мы будем выходить пока. Девочки, сейчас я иду по улице. Это продолжение нашего влога. И сейчас мы пойдём в торговой центр Рио. Сейчас я уже вот иду. Вот, вот, вот. Улица. Вот. И я сейчас в такой вот няшкой со шапки. Рио мне нужно зайти в Леонардо и ещё куда-нибудь. Ну и пока что пока. Девочки, итак, всем привет. С вами я, Ася. И сейчас я вам покажу в этом же моём влоге мои покупки. Сегодня было много покупок. И, кстати, вот та вот оранжевая штука с зелёной какой-то жидкостью, это называется мятное мороженое. Это, точнее, апельсиновое мороженое с мятным сиропом. Вот. Такая вот штука. Очень вкусная, очень вкусная была. И я потом ещё зашла в Ашан, купила мятный сироп. Чтобы он у меня был. Итак. Давайте сначала начнём с тех покупок, которые не совсем за мой счёт. То есть, меня классная руководительница попросила там сделать на Новый год подарки детям на конкурсы в нашем классе. моём одноклассникам за конкурсы. И за это я покупаю себе примерную глину, которая мне нужна. Мы с ней договорились какую. И мне дают деньги, как бы, родительский комитет. И поэтому. Вот. Итак. Первая это была сонет. Чёрная с блёстками. Чёрная тратится очень мало. То, что у меня остается, я оставляю себе. Вот. Чёрная с блёстками. Вот такая сонет. Ну, я думаю, сонет вы все знаете. Это номер. Без номера. Чёрная с блёстками. Я забыла. И дальше уже сонета не будет. Дальше пойдут скальпи и према. Начнём, пожалуй, с према. Первая према это белая с таким, и блёстками. У меня есть белая с блёстками сонет, но там блёстки цветные гораздо меньше. А здесь такие вот классные блёстки. Это према акцент. Вот. Дальше опять-таки према. Просто синий вот такой. Дальше опять према. Просто красный. Дальше скальпи жёлтый. И скальпи такой вот хвойно-зелёный. Так. Дальше перейдём к моей любимой теме. Это бьюти тема. Без бьюти мира, скажем так. Я жить не могу. У меня биг на бьюти. Я не могу. Мне нравится всё. Такое вот косметическое. Красивое. И завтра я иду на концерт с Мокки Мо. Это рэпер. Сейчас я вам даже покажу билет. Вот. Чтобы не писали, что там я вру, придумываю. Вот. Мус билет с Мокки Мо входной. 800 рублей. 16 плюс. Мне 12. Но я пойду с лучшей подругой и её мамой. Вот так вот. Завтра. И мы с подружкой определились, как мы наденемся. И под это всё мне нужно было всё подобрать. Первое, что я подобрала, это у меня будет свитер такого цвета. Это лак. Я долго определялась между таким голубо-зелёным. Эссенс и таким. Так как я не помню до конца цвет своего свитера. Пришла домой. Подложила этот, потому что купила этот. Он просто супер. Это Innovation Color Party Nail Lacquer. Цветовая цветная вечеринка. Вот где-то. Как-то так. Ну, короче, вот такого цвета он. Дальше. Под это же всё дело у меня есть две помады. Одна помада не под наряд. У меня просто кончалась синевия, которую я безумно не люблю. И я купила вот такую за 30 рублей. Очень вкусно пахнет уже. На улице попробуем. Мистери сладкая дыня. Бальзам для губ. Вот. Пахнет это всё дело. Вот такой притерно-притерно-сладкой и свежей дыней. И на вкус он точно такой же. Мне очень понравилось. Пока что не знаю насчёт эффекта. Так как мазала только один раз на улице. Но будем смотреть. Завтра возьму с собой в клуб. И посмотрим. Так. Дальше идёт уже помада. Мы купили с мамой её одну на двоих. Вообще, я её сначала хотела, но потом мама хочет на корпоратив пойти. Как бы, новогодний. И ей нужна была такая помада. Ей она нужна на один раз, а мне нужна была, в общем-то, тоже. Ну, потом ещё в школу может ходить. Это Rimmel в оттеночке 002 Candy. Вот такая помадка. Долбаные соседи, пожалуйста, прекратите сверлить. Ну, конечно, всё в самый неудачный момент. Вот такая помада. Вам на этом фоне хорошо видно. Вот. Я её ещё не пользовалась. Вот. И пахнет она. Знаете, жвачку Bubble Gum? Вот один в один запах. И что Rimmel она вам... Вот. Rimmel London. И последняя из бьюти-темы. Это лак для волос. Я сначала хотела принцесса, как я вам уже сказала. Но его я нигде не нашла. И искала то, что не фиксирует. Мне нужны только блёстки. И нашла вот такой вот. Орхидея. Глиттер спрей. Блестящий спрей. Лак для волос. И тело с блёстками. Ну, вот такой вот он, короче. Hand Body. У меня с серебряными блёстками. Потому что был с разноцветными. И золотыми. Вот здесь блёстки какие там будут. Ой. И это всё открывается. И вот так это всё дело выглядит. Пахнет. Знаете, не вот запах лака, а такой запах. Нажимать не буду. Конфетки, что ли. Что-то вот такое сладенькое, вкусненькое. И внутри здесь шарик. Вот такой вот он. Вот. И дальше уже пошёл ваш запрос. Одна девочка. У меня там девочки многие, точнее. Ну, одна как бы призвала, а многие её поддержали. Чтобы я сняла видеосравнение жвачек. Я не знаю, как это и что это. Но, короче. Я весь день ходила по городу, искала жвачки, и не нашла я только ментосы. Я нашла, ну, всё, что только можно. Вот, например, две из этих жвачек я вообще нигде не видела. И это вот такие жвачки. Эклипс, Ксилитол, Стимарол, Бригес Сприминт, Орбит, и всем известный Дироу. Угадайте, какие из них самые известные. Самые нижние. Это вот это и вот это. Эта жвачка, она такая достаточно старая. Ещё раньше, знаете, были такие приколы, такая, вот такая пачечка, из неё типа торчит жвачка, и она выглядит как реально жвачка, а когда дотрагиваешься, бьёт током. Вот. Эклипс, и вот эти две, они не очень популярны. Вот эта жвачка раньше была. А вот эта, я не знаю, Ксилитол просто нашла. Вот. Ксилитол считается более такой медицинской жвачкой. Аптечно-медицинской, не знаю, как это назвать. Ну, короче, я думаю, вы поняли. Вот такая вот разная жвачка. И потом я, конечно, это всё дену себе, буду делиться, и одну из пачек отдам папе, когда попробую там одну. Вот это. У меня папа очень любит такую. Эти все не знаю. Например, вот эта и... Вот эта я вообще никогда не пробовала. И все жвачки мятные, так как было правило, чтобы был один вкус у всех жвачек. А самый популярный вкус жвачки это мятные. И они все не в квадратных всяких упаковках, а именно вот такого плана. Здесь немножко отличается только вот эта, потому что она пластами. Ну, в общем-то, всё. Пока что пока.